Подготовка к единому госэкзамену Аполлинарии Кругловой в самом разгаре. Задавать будет историю, общество знания, русский язык. Эти предметы требуются для поступления на юридический факультет. Планов очень много. Есть мечта попасть в Совет Федерации работать. Как говорится, мечтать нужно о высоком, а там уже что получится, куда дойду, чего добьюсь. Поэтому буду развиваться, стараться, учиться. Если к тестовой части в ЕГЭ готовиться можно, набивая руку, решая пробники, то со второй частью намного сложнее. Поговорить с преподавателем с глазу на глаз сейчас возможности нет. Помогают видеоразборы. Добрый день, уважаемые выпускники. Я Артиков Антон Петрович, председатель предметной комиссии по истории. И сегодня мы с вами разберем вторую часть заданий единого государственного экзамена. Такие видеоролики создаются в рамках нового регионального проекта ЕГЭ-2020 «Разберем со специалистом». Все они будут доступны в соцсетях областного Миноборнауки. Также есть один положительный очень момент в этом проекте, что у детей с детьми, вернее, есть обратная связь. То есть дети могут написать, что им еще необходимо. И министерство, уже анализируя все детские комментарии, они делают свои выводы и, конечно, записывают новые ролики. Делятся опытом в онлайне лучшие педагоги региона. Уже сегодня можно посмотреть видеоразборы по математике, обществознанию, русскому языку, истории, химии. Скоро будут размещены разборы заданий по биологии, географии и литературе. Наши усилия по подготовке к литературе очень важны сейчас, потому что научиться тому, как должен выглядеть ответ. Не что в него вложить, а именно как его сделать, как его оформить так, чтобы он заиграл лучшими своими красками. Можно именно сейчас, когда ты находишься дома, в тишине, в покое. В этом году сдача единого госэкзамена по всей стране начнется 29 июня. Пункты проведения будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на безопасном расстоянии полтора метра друг от друга. Дарья Зотова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.